Лето, пора отпусков и длинных каникул. А для коммунальных служб и управляющих компаний сезон непрерывной работы по наведению порядка во дворах. Содержание благоустройства придомовых территорий – вопрос, который власти городского округа Люберцы держат под особым контролем. Одна из последних инспекций прошла в поселке Красково. Сегодня во дворе на улице Федянина много техники и рабочих. Автовышки помогают избавлять деревья от сухих и надвисающих веток. Тракторы проводят влажную уборку на тротуарах и проезжих частях, а дворники тем временем подкрашивают декоративные ограждения. Так выглядит летнее содержание придомовой территории. Работы в летний период выполняются согласно требованиям ГУСТ Московской области. У нас в штате на сегодняшний момент 160 человек, сотрудников благоустройства по всем поселениям, по трём. Это Томильный, Октябрьский, Красковый, которые занимаются данными видами работ. Но просто поддержания чистоты и порядка на этой территории недостаточно. В этом году, благодаря голосованию жителей на портале Добродел, двор попал в программу комплексного благоустройства. Здесь появится новая детская площадка с безопасным резиновым покрытием и игровыми спортивными элементами. Мы сегодня повсеместно ведём подобные работы, наводим порядок. Если где-то жители видят, что что-то не так, либо не совсем нравится, нужно обращаться к социальной сети, ко мне, чтобы мы своевременно могли принять определённое решение. По сравнению с другими муниципалитетами Московской области, у Люберец наибольшее количество дворов. На балансе округа 687 придомовых территорий. В этом году комплексное благоустройство ждёт 34 объекта. Работы будут проходить всё лето и завершаться к 1 сентября.